Взял вот такую голову клапана, под нее взял гайку с зацепом. Есть один момент, здесь немножко есть разница. Если поставить вот так вот головы клапана вместе, видно, что вот этот пропил, который в гайку будет упираться, у тюненной башки, вот которая с регулировочным винтом, она чуть ниже. Надеюсь, он будет видно. Там где-то с миллиметра, по-моему, разница. Так, еще здесь единица как раз. А здесь, да, даже единица с копейкой. Рекомендовали продавцы под вот такую голову клапана брать с зацепом. Но когда я вот так вот подставляю, здесь подставляю, вижу, что вроде как все равно смещение есть. Немножко магазин должен не доходить. В чем у меня сомнения? Так это вот как раз вот в этом люфте. То есть я на магазин установил новую голову клапана с регулировочным болтом. И магазин, когда упирается в защелку, в стопор, у нас получается образовывается здесь, вот видите, блестит как раз. Вот в этом месте. Стопор не доходит до родной гайки. Если вот так вот дальше подтянуть, то вот так вот упирается в этот пропил. Но появляется у нас таким образом вот этот люфт магазина. Мне это не очень-то и нравится. Вот, соответственно, если я сейчас поменяю гайку на вот эту с зацепом, если не уйдет вот эта вот канитель, то бесполезный вот этот тюнинг, я считаю. Что-то из этого буду возвращать, наверное, вплоть до того, что голову клапана. Как я предполагал, проблема не ушла. Действительно, вот эта часть не шире, чем у родной гайки. Вот если в стопор сюда упереть магазин, то вот этот вот промежуточек здесь сейчас наведется, наверное. Этот промежуток как был, так он и остается. Что хуже всего, если посмотреть в ствол, то есть если упереть вниз, вот, видите, смещено. Если я вверх подаю, вот, тоже смещено. То есть пулька, шарик даже не пойдет прямо по стволу. Вот так вот еще более-менее, наверное. Вот так вот. Ну, в общем, вот этот дурацкий люфт, что-то мне не нравится. Поэтому, если у кого попалась голова, аналогичная с таким пропилом, обратите на это внимание. Как-то лечить какими-то костылями, не знаю, не вижу смысла. Наверное, просто буду возвращать эту запчасть. Причем, по сути, мне теперь гайка вот эта не нужна. И эта голова тоже неинтересна. На что обратил внимание? Не знаю, хорошо это или плохо. Но вот эта гайка родная, она полая внутри. Вот эта тюнинная, она сплошная. Она и потяжелее. Но вот здесь есть проба жесткости. Может быть, просто кернил кто-то поржать, не знаю. На вот этой гайке никакой пробы жесткости я не вижу. Со всех сторон ее обсмотрел. Продолжение следует... Продолжение следует...